Чтобы быть ближе к людям и понимать их страдания и чаяния, птице Феникс пришлось сгореть, и неоднократно. Так что Феникс в городе должен быть только один, который повторил эту судьбу. И поэтому это самый благоприятный для клиентов сервис. Ну, про то, что по жестянке сюда все едут, это все понятно, да? Цена вопроса, опять же. Про то, как здесь делают, но если я выбрал, и все мои машины здесь теперь ремонтируются, то, вы знаете, у вас не должно быть вопросов, куда ехать. Естественно, я постараюсь вас ограничить, иначе мне места не будет. А теперь мы поговорим о том, что есть такие вещи, как хлеб насущный для автомобилистов. То есть поменять масло, заменить тормозные колодки, сцепление и все остальное. Где это сделать? В районе вокзала полноценного сервиса я такого не знаю. То есть вот здесь работают специалисты, они любят этим заниматься, они не получали кулинарного образования, понимаете? Они просто занимаются, занимаются автомобилями. Поэтому вот эта часть, мелкосрочка, о ней мы сегодня и поговорим. То, что сюда едут правиться и красятся, это уже не тайна. Здесь это дешевле, где чем-либо, я имею в виду соотношение цена-качество. Аварии есть, были и будут быть. Без этого прожить получится вряд ли. Но чаще к специалистам водители обращаются с заменой масла и шиномонтажом. Так вот, и то, и другое здесь делается так же легко. Так же, как и проклейка салона и прочие свойственные автомобилю процедуры. Ну а чтобы вы знали людей в лицо, они бегали за Павловым Базаровым, мы вам их и представляем. Не так давно я встретил человека, который задал вопрос, а где вечером мне колесо поменять? Где можно поменять? Конечно, у нас на Сурикове 11. До скольки работаем? До 9 часов. А если я, допустим, возвращаюсь и мне необходимо масло поменять? Тоже так же, подъезжайте, до 9 часов работаем, можно масло поменять, можно абсолютно все сделать. Меня интересуют цены на шиномонтаж. Дело в том, что мы прекрасно понимаем, что вот если человек в аренде, то в цену каждого колеса добавляется еще и эта сумма. Здесь же как? Нет, цены у нас абсолютно нормальные, все зависит от сложности работы, какая работа. То есть цены у нас по пресс-куранту идут. Ну давайте шиномонтаж, допустим, популярного 13-го размера. 13-го размера, ну где-то в порядке 100 рублей выходит. За одно колесо? Да. А если мы, допустим, говорим про 18-й размер? Ну, где-то так же, ну плюс-минус 50 рублей. То есть нету такого, да, что жирного клиента возьмем побольше? Нету, нету. И меня часто бесит такая ситуация. Захожу в сервис, ну меня, допустим, автомобилисты, я снимал коробки и на иномарках, и на отечественных автомобилях, разницы никакой нету. А ну вот принт-куранты разные. То есть там, допустим, 150 рублей, тут уже 350. Разница у вас есть? У нас нет вообще никакой разницы. У нас одинаково, что на иномарку, что на нашу машину. Единственное, если больше работы делаешь, естественно, больше возьмешь. А так одинаково, абсолютно. То есть в вашем сервисе нет такого, да, что раскрутить клиента на бабки, получается? Приехал на иномарке, отдал больше? Нет, у нас одинаково. Что на иномарке, что на нашей машине. То же самое. Берем за работу, а не за название машины. До скольки мы работаем? До девяти. С девяти до девяти строго. То есть можно сюда звать всех работников комбината, которые после работы едут и не знают, потому что все остальные сервисы, ну, закрываются в шесть. После работы без проблем. Можно даже оставить машины. Если придется, сделаем. Останемся. Попозже сделаем. Утром приедет, человек заберет. Многие конкуренты уже съели все зубы, смотря на наш сюжет, потому что здесь реальные цены. То есть никто ничего не задирает. Приехал Mercedes, какая разница. Mercedes такая же осянка, как и в Жигули. В принципе-то, что его красить-то? В чем секрет низких цен? Ну, секрета здесь никакого нет. Просто у нас здесь все свое. Работаем мы сами на себя. Сами себе все построили, купили все оборудование. То есть мы не сидим ни в кредитах, ни в долгах. Вот. Весь секрет. В этом только я думаю. Скоро у нас еще будет одна война. Она уже заканчивается. Маршрутная закончилась. Теперь у нас такси надо будет перекрасить. Кто-то предлагает в голубой, может быть в желтый перекрашиваются. Можно ли как-то помочь вот этой армии таксистов? Да, конечно. Мы готовы помочь таксистам покрасить их машины в любой цвет, хоть голубой, хоть желтый, по желанию заказчика. Наша работа такая будет стоить от 30 тысяч рублей. Вот. Ну, там уже какой цвет выберут, металлик или эмаль, тут уже по желанию клиента. Ну, а сказать, что просто купят краску и привезут, и вы все сделаете? Да, конечно. Ну, у нас и краска есть в наличии, то есть можно у нас все это купить, заказать. Просто надо объяснить, что немножко это за работу. Краска это отдельно. Да, то есть мы всегда считаем так, что работа отдельно считается, а материал тут уже по желанию заказчика. Можно и дешево сделать, можно и что-то красивое, и дорого сделать. Ну, а как-нибудь еще сделать веселее такси? Допустим, черные полосы прилепить туда. Да, все, что угодно. Любые картинки, все, что угодно. Телевидение должно нести доброе, насущное и естественное. А вот то, чем занимается сейчас телевидение вообще, ну, это зомбирование. Наверное, так и надо сделать из человека дудло, чтобы оно спокойно проголосовало за того, кого надо. Либо не проголосовало вообще, либо просто прошло. Ну, ладно, сегодня не про политику мы. Почему нас смотрят и почему такая популярность, что не пройти и не проехать? Да потому, что оно ближе к людям. А куда еще может быть ближе, если ты являешься частью социума? Так вот, много я поездил по сервисам разным. Их у меня вы не увидите в большом количестве. Машины здесь я делаю, масло я буду менять тоже здесь. Вот, так что выбор мой за сервисом Феникс, который располагается на улице Суриков 11. Как сюда приехать? Задают вопрос. Ну, давайте не спеша и запомните, что вы можете подняться по улице Комсомольская вверх, до водонапорной башни. Туда дальше ехать не надо, поворачивайте налево и все, приехали сюда. Ну, понятно, куда приехали. Такое количество машин у редкого дилерского центра вы найдете. Сегодня и сейчас вы здесь поменяли масло, перекрасили свою машину, ну, такси имею в виду. Причем за 30 тысяч рублей, как мы оговорили. И, ну, и в случае, если кто-то в вас въехал или вы в кого-то въехали, здесь же жестяночку сделаете, бампера заклеите. В общем, полный перечень работ, причем по самой низкой в городе цене.